Обычно, когда я покупаю верты, я это делаю максимально просто и понятно. Нахожу продавца, закупаюсь вертами, бывает что-нибудь другое покупаю, смотря что они продают, вычисляю их, вычисляю покупателей, возможно даже с ними разговариваю и в конце концов как следует наказываю. Но сегодня мне пришла в голову очень интересная идея. Возможно ли купить верты так, чтобы я не потратил свои деньги, либо если даже и потратил, то в конце концов вернул их себе, но при этом все равно вычислил продавца, возможно даже и покупателей в итоге и в конце концов всех наказал. Спойлер, да, это возможно и мне это удалось. Данный ролик я снимал очень долго и это вступление я снимаю уже после всего того, что произошло. Поэтому не зря в своем телеграм канале я вам писал, чтобы вы приготовили себе что-нибудь вкусненькое, потому что вас ждет очень интересный эксперимент. В общем-то давайте не будем затягивать и скорее зайдем на тот самый запрещенный сайт, где все вот это вот продается и где легко поймать любого продавца. После того, как я оплатил полную сумму для того, чтобы получить эти верты, я все время смотрел на вот эту вот надпись, онлайн, чел находился в сети. Больше двух часов я надеялся, что я сразу у него все куплю и все сделаю, но его не было, не было и не было. Я ему уже пишу, я в игре, братуха, скажи как зайдешь? Не отвечает. Спустя минут 15 пишу, ты тут? Я если что оплатил, брат, ау, брат, ты тут? Опять молчание. Пишу опять, ау. Никто не отвечает. Еще через полчаса почти. Ты тут вообще? Я же оплатил тебе. И только недавно он мне ответил. Пишет же, когда продавец в сети, а когда его нет. Теперь да, я тут. Да все это время я и писала, что ты онлайн. Нафиг ты вообще тогда комп включенным оставляешь, блин? Короче, ладно. Он у меня спрашивает, какой у тебя ник? Как хочешь получить верты? В какой валюте? На что я ему отвечаю? Пока еще не отправил сообщение, но в общем вот такой вот текст. У меня тут написало, что ты онлайн, поэтому я тебе и написал сразу же. А пока тебя ждал, у меня якобы два раза выключили свет. И вот только сейчас включили, сейчас попробую зайти в игру. Отправляем ему это сообщение и ждем, что же он нам ответит. Итак, я нахожусь в игре уже с подставного аккаунта. Мне необходимо просто дождаться, когда он мне наконец-таки нормально ответит. И я смогу осуществить то, что и планировал. Будем, короче говоря, пока что ждать его здесь, на бомж спавне ЛВ. И как только он скажет, куда идти, где встретиться и вообще что он будет делать. Только тогда мы в принципе и сможем попробовать его обмануть. Итак, я ему добавил, типа, все, я в игре. Надеюсь быстро все сделаем, пока мне свет не отключили опять. А то на улице гроза. Он мне отвечает. Понятно, понятно. Тебе в какой валюте-то? Я говорю, так давай в вертах, просто трейдом. Хорошо. Я специально пишу с ошибками, но короче. Я стою на спавне в Лас-Вентурусе. Только комку ты берешь на себя, ок? Окей. Так, он мне написал, сейчас приеду. Максимально нелепая фраза. Хорошо, жду на парковке. Я из рифы скин у меня. Надеюсь, он поймет. Ну а пока мы в игре, и так, как и обещали, двигаемся прямиком к парковке. Парковочка у нас вот здесь вот за углом, так что, думаю, здесь мы все и провернем. Если, конечно, получится. Стоим тут пока что плюс с сэшем по машинам. Надеюсь, он меня найдет. Сумма не маленькая, он еще и предлагает ее сконвертировать в различные валюты. Например, там в евро отдать, в биткоинах, может быть даже в каких-нибудь Vice City долларах. Ну вы поняли. Я, конечно, от всего отказываюсь. Думаю, проще будет тупо передать в вертах. Чтоб максимально палевно было еще и трейдом. Чтоб я смог отказаться и сказать, типа, что вот, так-то, так-то, у меня выключили свет. Изначально я, конечно, хотел, типа, сказать, что вот, крашнула игру. Но куда лучше, конечно, когда отключают полностью свет, и ты ничего не можешь сделать. И зайти в игру тоже. Так, там кто-то катается. Я, к сожалению, никнеймов не вижу. Поэтому остается ждать здесь. Он спрашивает у меня, на какой парковке? Справа от спавна. Во, это, походу, он. И это ты. Что это за чел такой? Да, нифига себе. Слэш айди. Давайте напишем. Четыре, пять, шесть. Предлагает сразу же трейд. Окей, принимаем его. Четыре, пять, шесть проверяем. Это у нас тридцать седьмой левел. Нифига себе. Некий дрэдди до боцу. Я его вроде раньше не встречал. Итак. Он кинул мне трейд, и что дальше? Где верты, которые ты должен мне кинуть, блин? Алло. Мистер. Стоит там, смотрит что-то. И чё? А во, четыреста семнадцать миллионов. Итак. Он подтверждает. Мы сворачиваем игру. Закрываем окно. Типа нас крашнуло. Ой, свет вырубили. Ёлки-палки. Ладно. Самое главное, что мы спалили его никнейм. И попытку передать заветную сумму. Четыреста семнадцать лямов. Ай-яй-яй, дружище. Сейчас будем с тобой разбираться. Я пока ничего писать ему не буду, ближайшие минуты две. Потому что, ну, у меня типа свет же выключили, я не могу зайти. Ну, а пока пойдёмте в логи разбираться, что это за персонаж. Итак, я зашёл к нему в логи. Здесь можно заметить то, что у него восемьсот миллионов, которые он как раз таки и продаёт. Аккаунт можно увидеть, что даже не взломан. Ай-пишники у него одинаковые. Я, конечно, вам ай-пишник показать не могу, к сожалению. Но поверьте моим словам, это о многом говорит. Челик не взломал аккаунт, а со своего основного решил всё продавать. Вот такие вот логи. Пока ничего интересного здесь не видим. Давайте проверим какие-либо передачи вирт. В какой момент он вообще решился взять и просто продать огромнейшую сумму? За последние дни можно заметить то, что у него, в принципе, всё время восемьсот лямов на руках и было. Даже больше восьмиста. Он что-то покупал, наверное, там. Приобретал. Окей, хорошо. Хорошо, хорошо. История довольно-таки интересная. Думаю, стоит зайти в игру уже с моего основного аккаунта и попробовать чекнуть его общую статистику. Чё он из себя представляет. Итак, с админки я зашёл, проверяем в сети ли он. Да, он всё ещё там, всё тот же ай-дишник, где находится. Бегает по бомж-спавну, ждёт меня. Чтоб вы понимали, всё это время он даже не написал ничего на сайте. Не спросил, где я, куда пропал. Просто стоит здесь. Статистика у него 37 уровень, 800 лямов, 1200 АЗ. Никаких аксессуаров не имеется. У него даже випки нету. Довольно странно. По предметам. Что у нас тут интересного? Дерево какое-то. Эффект волхак, ну это понятно. Читерская материя. Осколки с обеито. Всё это с обновы. Различные прикольчики. Ничего супер жёсткого нету. Ну хотя тут есть различные тюнинги на тачку. Зажигалки. Так, ладно, чекаем дальше. Трудовые книжки. Самсунг. И всё. Проверим давайте его машины. Итак, транспорт. Проверяем. У него только хаслер имеется. И всё. По сути, мега пустой аккаунт. Удивительно, как он решил просто разом всё продать. Возможно, решил такой, а, уйду с игры. Или, возможно, даже незаметно продам, пока никто не видит. Но нет, это тебе не удастся. Давайте сделаем то, что я, в принципе, и хотел. Напишем ему сообщение. У меня свет выключили. Отец сказал, и это до завтра. Провода вырваны. Мне не зайти сегодня уже. Итак, сообщения отправлены. Он в игре. Шу-то пишет в чат, как будто бы. Хотя, может, вообще с игры выйти. Но всё это время он пристально стоял и ждал мой аккаунт. Когда же я снова зайду в игру? Ну-ка, а по истории наказаний ты у нас вообще кто? А, история-то чистая, да. А, смотрите, ни одного нарушения по типу ДМа там или читов. Походу, прилежно играл. Откуда у тебя 800 лямов, правда, пока неизвестно. Где ты их так заработал на 37 уровне. Немаленькая сумма, согласитесь. А может, он её тоже купил и просто решил перепродать или чё? Не знаю, не знаю. Ладно, ладно. Это всё будем проверять потом. Завтра во сколько плюс-минус? Я буду дома где-то к 14.0 по МСК. Я, короче, не знаю. Мне отец сказал, завтра уедем мы за город на несколько дней. И, короче, я теперь не знаю, как в игре быть. Не, если во всю эту сказку он поверит, я удивлюсь. Но в игре он по-прежнему находится. Стоит и ждёт. Только чё ждёт, непонятно. Я аж в игре не появлюсь уже. Алло, чел. Так или иначе, в любом случае, этот аккаунт ждёт бан. Мне вот интересно, смогу ли я бабки, например, назад получить. Ну, мало ли вдруг. Хотя мне говорят, что на этом сайте за такие приколы могут вообще навсегда забанить. Но мне, в принципе, по барабану. Ведь самое главное поймать этого наглого нарушителя. Через телефон зайди. У меня не тянет игры. Он всячески пытается меня хоть как-то забайтить, зайти в игру, чтобы передать эти дурацкие верты. Да они мне нафиг не нужны, алло, чел. Или кенту реги дай, пусть завезёт и заберёт. Что такое кента? Ха-ха. Надеюсь, он не подумает, что я сумасшедший. Другу. У меня нету друзей, тут я недавно играю ещё. Всё, мне отец сказал, пора собираться ехать и загрузи к бабушке. Я, короче, не зайду уже. Я хз, чё мне делать? Он всё ещё не сдаётся, стоит, стоит и что-то пишет. Слышишь? Алло, мистер. Но, кстати, больше он ничего не пишет. Молчит, просто стоит и всё. Что в игре, что на сайте. Необычный персонаж, конечно. Так, ну а пока я решил проверить все его денежные операции на сервере. Пока что это всякие траты, покупки одного, второго, короче, ерунда. Надо найти момент, когда он разбогател. Вот тут он получил от некого парадокс Майсру 24, почти 25 миллионов через инвентарь. Окей. Здесь кучу бабок снимал чё-то с депозита. Так, тут 73 ляма за продажу какого-то предмета в лавке. Окей, обычная торговля, ничего страшного. Но у него, в принципе, почти с начала игры дофига бабок. Полмиллиарда, нифига себе. Но мы дошли уже до момента, когда у него было 300 лямов. Но всё равно это начальный этап. Супер странно, что у такого новичка такая большая сумма. Он, конечно, мог её задонатить, не спорю. Но я не вижу у него каких-то огромных заработков. Так, у него там было 300, а тут уже снова 400. Где-то он бабки поднимает, причём неплохо это делает. Да у него как будто бы с самого начала игры столько денег, смотрите. Хотя меня смущает вот эта вот картина. Смотрите, в час 16, через каждые 3 секунды он получил зарплату от водителя. Это нормально вот так вот? Постоянно капает бабка. Бабки, точнее. Не знаю, ладно. Чекаем дальше. Пока чек, он всё ещё здесь, всё ещё стоит и чего-то ждёт. Ну да, с самого начала игры у него уже были потихоньку бабки. Вот уже почти 30 лямов. Интересно. Здесь уже 80. Смотрите, он как будто бы формил их при помощи бота. Вполне вероятно. Постоянно зарплата водителя автобуса. Капает каждые 3 секунды. Он как будто бы реально прям вот формил и формил. Ну что, 800 лямов? Ну что, сумасшедший. И продать его за 1000 рублей? Играть несколько месяцев ради 1000 рублей? И чеса проекта? Ну это такое себе. Ну да, опять зарплата водителя автобуса уже 90 миллионов. Он как будто бы реально неплохо так формил. Вполне вероятно, батом. Наформил и решил всё продать. Потом на ферме работал. На таксисте работал. Ну и опять автобус. Чё-то как-то много. Неужели по 415 долларов он наформил 800 миллионов? Почти лярд. Мне слабо в это верится. Он мне ответил. Ну пару дней я подожду. А в случае чего просто отменю продажу и сделаю возврат денег. Ладно, отец сказал, из-за учёбе я у бабушки буду 3 недели. Или больше. А потом домой. Всё, пока. А то отец ругается, что я в телефонах сижу. Жаль, что не вышло. Ничего. Обидно. Пока. В итоге я полностью вышел с сайта. А он всё ещё здесь. Конечно же никуда он уже не денется. И ждёт его только бан. Вероятнее всего данный ролик вы увидите только тогда, когда он полностью вернёт мне все деньги. Проверим, чем это всё закончится. И удастся ли мне это или нет. Но так или иначе, типа ждёт печальная концовочка. Возможно, вы могли подумать, что прошёл, ну, допустим, часик. Ну хорошо, 2 часа прошло. И вот сейчас вернусь в игру. И поймаю негодяя, да? Ну ладно, хорошо. Край, край прям. Ну вот день прошёл. На следующий день я его поймаю. Всё будет хорошо, да? Ребят. Прошло больше двух недель. Всё это время я пристально за ним наблюдал. Регулярно заходил в игру. Смотрел, чем он занимается. И я его не банил. Потому что у него, блин, мои деньги висят. Которые я как бы хочу попытаться вернуть. Мне, в принципе, на них уже пофиг. Я уже намного больше заработал. Но не суть. Всё это время я за ним следил. А на сайте он вечно мне написывал. Ну что, ну когда ты уже вернёшься? Ну когда ты уже возьмёшь мои верты? Он пытается всячески забрать мои деньги. Потому что верты-то ему нафиг не нужны. И короче. Пока он мне написал всю эту фигню. А я рассказывал небылицы о том, что я типа живу у бабушки. И так далее. Мне домой нельзя. У нас вообще ремонт. Дом снесли. Заново построили. И всё вот в этом духе. Он в эти сказки, в принципе, охотно верил. И всё ещё верно ждал. Когда же вернётся этот мальчик, чтобы забрать верты. Я зашёл сегодня в игру. Увидел, что он там стоит. Ну и решил чекнуть логи. И внимание. С момента, когда вот я записывал начало ролика. Я, кстати, записывал его когда. Я тогда болел. За эти две недели я уже успел поправиться. Так вот. Я зашёл в логи. И увидел то, что он с момента того поднял ещё около 100 миллионов. Которые он сразу же на сайте потом обновил. То есть продавал он уже не 800 миллионов, а 900 с чем-то. 950, если я не ошибаюсь. Я такой посмотрел. Думаю, нифига себе. А потом сегодня вечером захожу. И уже не 950 миллионов, а 600. Куда-то пропала часть суммы, которую он продаёт. Первая идея, конечно же, была. Может быть, он что-то купил себе. Потому что он как-то неохотно продажи у него идут. А потом я увидел то, что у него появилась первая покупка. И отзыв от какого-то типа. Я зашёл быстро в логи и увидел ту самую заветную строчку. Где он сегодня продал какому-то челику. Несколько сотен миллионов вирт за 400 рублей. Ну и долго не думая, я решил провести следующую операцию. Я телепортирую как бы и его, а потом возможно и самого покупателя. И попробуем кого-нибудь из них вывести на чистую воду. И посмотрим, чем это закончится. Я-то уже это сделал, а вам желаю дальше приятного просмотра. Так, так, так. А кто это у нас тут стоит? Дредди Добуцу. Наш подопытный. Отдыхает на центральном рынке. Денег у него уже не мини... Денег у него уже не мини... Что? Денег у него уже не миллиард, а 676 миллионов. Как вы уже поняли, кому-то он их и продал. А сегодня мы с ним пообщаемся. Единственный минус его игры, это в том, что каждый раз, когда я заходил, он был не раз в сети, но он просто стоял на месте, ничего не делал. И скорее всего, это очередной раз, когда он тупо стоит. А, нет, он в АФК уходит моментами. Или это Аризона подлагивает? Блин, не знаю. Ну, короче говоря, я сейчас степнусь в виртуальный мир, и там с ним, конечно же, пообщаюсь. Видите, как долго со спека выходит? У меня даже интерьер прогружается миллион лет, и почему-то я появился даже здесь, а не у входа. Да, сегодня Аризона дает жару. Вот это что? Вот это как? Спасибо. В смысле? Вы заметили, что меня сейчас кикнуло как бы сервера, но я все еще здесь? Ну вот теперь точно кикнуло. Итак, телепортируем его к себе. Почему-то у него написано, что он что-то печатает в чат. Эй, приятель. Приветствую. Так, он ушел вообще в АФК. Слышишь? Куда ты пропадаешь? Ну и чего молчишь? Вот эта вот иконка над его головой, вероятнее всего, баг. И он вряд ли что-то печатает в чат, скорее всего просто Аризона подлагивает. Ау! Мистер! Он как будто специально стоит вот так вот и молчит, опять в АФК ушел. Да, Аризона сегодня шалит, а он просто поставил аккаунт и куда-то свалил. Ну! Он все еще ничего не отвечает. Походу мне придется ждать. Напишу сразу, что АФК или Оф бан. На всякий случай, чтобы вдруг реально он офнится и придется просто его тупо забанить. Так, ладно, пока он тут отдыхает и, судя по всему, в АФК, давайте зайдем в спек за типом, которому он продал верты. Это у нас восьмой уровень. Катается себе, веселится. Ну, давайте пообщаемся вместе и уже с ним непосредственно. Окей. А этот у нас реально в АФК ушел. Серьезно, что ли? Ну, давайте тэпнем его сюда, нашего покупателя. Пока что побеседуем вместе с этим Тиньковым. Приветствую. Добрый день. Какой у тебя сет интересный? Какой у вас интересный сет? На восьмом уровне. Аренда. Да я понимаю. На шахту. А деньги откуда на нее? На эту аренду вашу веселую. Казино. Да что вы говорите? Ну да. А вы меня не обманываете? У меня друг поднял. А, друг поднял. Дал долю. А, вот как. Я из-за него пришел. На сервер. Даже так. До этого на другом играл. Давай сделаем проще. Ты не будешь врать мне, а я не буду тебя банить с ЧСом. А я вру? Ты же понимаешь, что я знаю всю правду? Можете логи посмотреть. Ну то есть ты все равно говоришь о том, что ты ничего не делал запретного? Что имеете ввиду под запретным? Ну ты сам то подумай. Блин, как же он увиливает? Как же он увиливает? Конкретней. В общем, вы ни в чем признаться не хотите? В последний раз спрашиваю реально. Ну вы намек дайте, в чем я должен признаться? Ну понятно. У вас был шанс. Я вам сказал, откуда деньги. Вы мне задали вопрос. Да, да, конечно. Посмотрите логи друга. Вы купили верты, и теперь вас ждет ЧС сервера. С чего вы это взяли? А ваш так называемый друг уже давным-давно все спалил. Что я купил верты? Я вам всю ситуацию описал. Ваш друг продавец вирт. И все рассказал. Плюс покупатели уже все слили. Почему так называемый? Ну а так как вы не удосужились признаться, я вынужден вас забанить навсегда. Странно. Да что странного-то? А что поделать, дапо? Формить? О, уже признается. Так а нафиг покупать верты-то? Можно же просто развиваться. Так в этом суть Аризоны. Так я начал. С читами на шахте бегают. С читерами мы стараемся бороться. Я писал пять раз админ, и чел бегает с СиДжейраном и быстрым бегом. Пофиг. Друг, смотри. Сейчас 16 админов. И онлайн 800. Это было вчера. Если скипают репорт, пиши жалобу на админа, его накажут. Или даже снимут. Но это все одна ситуация. Ты скажи, почему сразу-то не признался? А может быть покатит. Так я же был готов не заносить в ЧС. Если бы я признался, все равно 2к бан. Ну так если бы ты признался, просто аккаунт был бы в бане, а так-то ты не в ЧСе был бы. Вон смотри. Стоит. Че с ним делать, как думаешь? У меня 3 ЧСа сервера, офигеть. Туксон и Ява. И тут сейчас будет. Ну это да. А вот ему что дать? А я, а я че знаю, что с ним делать? Ну предложи наказание. Смеется. Его снести, меня понять и простить. Не, ну я вижу, что ты адекватный. Нетоксичный. Просто ошибку совершил. Так а толку токсичить, если ты знаешь правду? Ну тоже верно. Я тебе объяснил ситуацию, почему купил. Я тебя понял. Надо теперь ему показать, где раки зимуют. Я вот после планировал, сейчас после шахты, в лавке стою, купил, так сказать, начальный депозит. Че-то я не очень понял про что он, я еще с ошибками прочитал, ну то есть в тексте, ну вы поняли. Ой, нифига себе у меня удар-то. Так а толку от бана обычного? Нету бана ПВК или ТГ. Там много что есть, но это он уже спрашивает про какие баны есть на Аризоне, короче ладно. А когда ты у него купил верты? Сегодня или вчера? В часов пять. А, понял. Ну вот рассказать правду. Ну давай. Ты говоришь, любая покупка спалится, да? Ну 95% да. Есть, конечно, исключения. Ну и спустя сколько времени? Ну когда угодно, хоть через пять лет. Вряд ли через пять лет. Да тоже может быть, банально логи проверят и все. Было уже такое. Да логи проверяют, но у типов по 5к отзывов на фанпэй. Да это уже продавцы взломанных аккаунтов и вертов, им-то пофиг. На покупателей и их баны. Сколько у него налика? 600 плюс кака. Всего? Ну да. А Ресы есть? Не, все слил на продажу. Вот мне только продавать начали. Начался период скупщика. Я говорю же, купил для начального бюджета. Да я это понял. Слушай, а как думаешь, как его вытащить из АФК или тупо забанить навсегда без разговора? Ну в принципе, смотри, я могу у него 60к заказать. Он выйдет из АФК, но не забирать их. Ну ты можешь, конечно, ему маякнуть, но он все равно забанится. Да и тем более он стоит перед нами и мне кажется все читает. Просто у него руки дрожат. Он там, меня сейчас забанит, что мне делать? Я боюсь что-то писать в чат. Ну чтобы интереснее было. Ну ты просто позови его, не покупай ничего. Я в АФК зайти могу? Да. Меня смущает то, что у этого типа, хотя и у этого тоже над головой эта вот шляпа постоянно мигает. Длин, Аризона сегодня подлагивает, к сожалению. Но ничего страшного. Ждемс. Кажется, он реально ему написал. Я думал, сейчас зайду, начну нормально играть. Без казика. Да не, братух, к сожалению, так не работает. Че-то этот чел вообще не реагирует. Ни на сообщения на сайте продажи вертов. Ни в игре. Оставил аккаунт и ушел. Какой смысл? Не отвечает. Ну да, уснул что ли. Много там еще таких? Да достаточно. Ответил. Ну что, мистер? Не молчите. Вас поймали. Ау, сэр. Сказал заказ оформлять. Да он притворяется. Я написал, чтобы приехал. Чтоб я не ждал. Че, молчать будешь или просто в бан тебя кинуть? О, очнулся. О, очнулся. Ну так что? Попался ты. Че делать-то с тобой будем? Давай сначала мне лень читать. Не надо ничего читать. А ну а что делать? Просто скажи, зачем ты верты продаешь. И все. Лишнее. А так заработать можно. Так копейки же заработаешь. Пару раз покушать. На самом деле, реально, ладно бы там были там 100-200 тысяч рублей. Ну чисто стоять в АФК и этого хватит. Ну понятно. Ты вон человеку еще один ЧС заработал. У него уже третий будет. Забавный диалог с продавцом, покупателем. Никогда такого не было. А тут мои проблемы какие-то. Ну все, понятно. Все. И видите, это типичный продавец. Запомните, продавцу всегда пофиг на вас. Даже если он пишет гарантии. Типа вот, все не спалится. Все крутая передача. Ничего не бойтесь. Вас не... Ему изначально на вас плевать. Его задача просто с вас содрать деньги. Он продаст верты и забудет. Все. Крайне редко продавцы об этом сожалеют или что-то еще. Вот очередной просто продавец, который продал верты за 400 рублей какому-то вот Тинькову онлайн. Не знаю, кто это, конечно. И все. Ему главное деньги. Остальное по барабану. В общем, понятно. Баним в офлайне без обнуления. На 2000 дней. Продажа верт на 0,6 сервере. Я не вижу смысла особо с этим продавцом базарить. Потому что, ну это просто обычный продавец. Давай, счастливо. Не дадим тебе больше заниматься ерундой. Ну все. Отлетел. Меня там мама зовет. Никак не избежать, нет. Ну в общем-то, дай тебя просто забаню. Но печально, что ЧС. Надо было тебе признаться тогда. Так а толку? Говорю же. Можно все слить в казик напоследок? С оливкой. Вирты покупные уже никуда нельзя. Сори. Ладно. Баним его тоже без обнуления. Покупка вирт на 0,6. Продавца вирт ждет черный список проекта. А вот этого типа просто черный список сервера. Или благотворительность. Нельзя, к сожалению. Увы. Это хоть на ролик? Да, можешь сказать последнее слово. Привет. Это... Это все? Короче, передам. Александр поймет который. Привет. Короче, какому-то Александру привет тебе, да. Этот Александр должен понять. От меня тоже Александру привет. Ну все, удачи тебе. Обидно. И тебе. Покупка вирт 0,6 сервер. Прощай. Все. Тип отлетел. Но его просто ждет черный список сервера. Он просто купил вирты. А вот продавец, он уже да, получил полноценный черный список проекта. И теперь если где-то спалят то, что он играет, даже просто зарегистрировал аккаунт, даже если не будет продавать вирты, все. Его ждет, к сожалению, бан без причины. Ничем его палить не надо, ни за каким нарушением. Просто баните все. Он испортил себе всю игру на Аризоне. Единственный способ выйти из этого черного списка проекта, это спустя полгода, год-два, там, я не знаю, писать заявки на амнистию и пытаться через Пашу Коннора добиться возможности просить прощения, чтобы снова играть у нас и так далее, и так далее. А в итоге-то чел накопил почти миллиард, миллиард, это же на Аризоне сейчас небольшая сумма, и продает его там за какие-то копейки, за буквально вот, ну, неделю питаться в каком-нибудь Макдональдсе, я не знаю, и все. Не знаю, зачем ему это нужно было, но в итоге он даже мои деньги не получил. 400 рублей только от этого типа, и полноценная блокировка, а оставшиеся 670 миллионов вирт, конечно же, он уже продать не смог. Ну и хорошо, другие игроки хотя бы не пострадали, кому бы он пытался их всунуть. Но ведь вам всем интересно, а что же стало с деньгами, которые я ему заплатил, но не получил у вертов? Получил ли я эти деньги обратно? Ответ, да, я их получил. Сегодня ночью я с ним списался, сказал типа, ну все-все, я типа готов получить бабки. Вот завтра зайду, и все будет хорошо. На что он мне ответил типа, что завтра внезапно он не сможет, якобы у него какие-то дела, хотя его аккаунт уже в бане. Начинает нелепо оправдываться. Ну а я ему просто сказал, что потом у меня возможности зайти в игру уже не будет, поэтому давай лучше возврат денег. Он такой, окей, он мне кинул деньги в возврат, они пришли мне на баланс, и я вывел их обратно себе на карточку. Короче говоря, эксперимент удался, я не заплатил ни копейки, я вычислил продавца, покупателя, и в итоге всех их наказал, сэкономив небольшую сумму денег для себя. Так что теперь нам известно, что можно покупать верты и не платить за это деньги. Но, если конечно вы админ. Если вам понравился такой формат ролика, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну и конечно же не забывайте про лайк, потому что лайки продвигают ролики, и мне как бы очень бы хотелось, чтобы вы поддержали его. Так что чем больше комментариев и лайков будет от вас, тем скорее я сниму новую серию. Ну и конечно же не забывайте о том, что все свои ролики я снимаю на Аризоне Сейнт Роуз, это 0.6 сервер. Если вы хотите поиграть вместе со мной, попасть ко мне в видео, меня в игре встретите или сделайте со мной скрин, не забывайте самое главное. Именно на этом сервере, на Сейнт Роузе. Вас ждет очень крупный и приятный бонус. Смотрите, если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег ДАПО, за эти два абсолютно простых действия вы получите больше 2 миллионов вирт абсолютно на халяву. И самое главное, что на начальном этапе игры такие деньги вам очень пригодятся. Так что скорее заходите, играйте вместе со мной, если что я уже на сервере и каждого из вас здесь с огромной радостью жду. Ну а с вами был ДАПО, совсем скоро увидимся уже в новом ролике, но о каком именно я расскажу уже у себя в телеграм-канале, потому что только там я с вами общаюсь постоянно, регулярно, в общем-то жду всех в телеге. Ну а с вами был ДАПО, всем спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся в новом ролике, все, всем пока.